И очень, в принципе, действие их простое. Ну, не всех, но практически. Значит, вот мы создали бокс. И если мы назначим опять-таки bend, то вот эта оранжевая гизма, вот эта габаритная рамка, это гизма. Если мы angle, угол будем изменять, то вот что будет происходить. То есть, по идее, у нас должен был бокс изогнуться под вот эту рамку. То есть, вписаться бокс должен был. Но он сейчас не вписывается. Почему? Потому что у нас не хватает сегментов. И для того, чтобы изменить ситуацию, нам вот в данном случае нужны сегменты по высоте. То есть, добавляя сегменты, вот что мы получаем. Может такая ситуация быть, что у вас, вот этот вот on-off toggle, точнее, show and result on-off toggle, не будет включен. То есть, результат мы не увидим верхнего модификатора. Не забываем нажимать. Это для удобства, чтобы, помним, да, ну и изменили, сделали сетку плотнее. То есть, понятно, что вот здесь нам сейчас не нужны сегменты. Правильно же? Не нужны. Нам они нужны по высоте. Добавляем там, где это необходимо. Это band. Что у нас еще есть? Значит, угол, положение direction, направление. По какой оси будет воздействие этого модификатора. То есть, вот сейчас было по z по высоте, теперь по y, вот. Точнее, вот по y, вот по x. И лимит этого эффекта. Значит, откуда будет начинаться его действие? И точно так же практически каждый модификатор имеет sub-object. То есть, вот это называется подобъекты. То есть, есть центр. Мы можем центр перенести. Мы можем его вращать. А, нет, не можем. Мы можем gizmo вращать. Центр мы не можем вращать. Ну, это, в принципе, не нужно. Это центр. Вот так. Вот так мы можем. Ну, и получать какой-то результат. Тоже не все модификаторы. Но большинство при этом еще и анимирован. Можно анимировать. Тоже такая простая анимация. Допустим, вот так. Это у нас band был.